Давай, забирайся. Забирайся. Хоп. 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 Чик. Сама. Ух ты! Совсем скоро Лера Самойлова будет отмечать свой первый юбилей – пятилетие. Подарок, о котором мечтает малышка и ее близкие – здоровье. До года ребенок развивался абсолютно нормально. После родные стали замечать, что девочка часто замирает, вскрикивает, ходит на цыпочках и не разговаривает. У врачей это опасение не вызвало. Но когда малышке исполнилось три, мама Елена забила тревогу. Врачи поставили диагноз – аутизм – и начали лечение. Но вскоре у ребенка начались приступы. Первые приступы самые такие, которые без препаратов. Около 20 минут дыхание нестабильное, очень страшное. Вызываешь скорую, они просто маску дают кислородную, но ничего сделать они не могут, потому что пока спазм не отпустит, дыхательные пути – это бесполезно. То есть туда хоть что. И нельзя ничего предпринимать, то есть не в рот, как-то язык там открывать, вообще ничего нельзя делать. Просто надо ждать, что будет. Вот что будет, то и будет. Новые обследования привели к новому диагнозу – криптогенная мультифокальная эпилепсия. Ребенок находится в приступе около 17 часов в сутки, даже во сне. Она вот бегает, бегает, раз, уши прикрывает или глаза, то есть у нее начинается галлюцинация. Она не может объяснить, что происходит, она разговаривает, что у нее в этот момент, она видит или слышит. Затем происходит выкрик, ну то есть это на препаратах как бы легче, но все равно это никуда не девается. Выкрик происходит, она начинает вот так потряхивать руками, потом расслабляется, и она уже ничего не помнит. Вся информация, которая была до этого как-то услышана, увидена, она просто улетает. То есть чистый лист, ребенок снова-заново начинает воспринимать мир. Лере постоянно назначают новые препараты, но почти все они вызывают острую аллергию. Чтобы лечение было более эффективно, необходимо сделать точную диагностику и подобрать нужные лекарства и их дозировку. Надежду дают в испанской клинике Тектон. Родные девочки в спешке начали собирать деньги. Ее и так слишком долго лечили от болезни, которой у нее нет. На сегодняшний день это 19 359 евро. Это где-то миллион 300 по сегодняшнему курсу, но курс сейчас, как известно, скачет. Плюс это только вот они выставили счет, плюс нам еще нужно добраться, проживать, питаться и так далее. Сейчас в копилке у Леры 289 тысяч рублей. Пока это капля в море. Потому мама девочки просит всех неравнодушных помочь Лере стать здоровой и счастливой. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События.